Друзья, уже какой день я хочу сделать видео о таких несколько фундаментальных вопросах, о том, каково место криптовалют в текущем состоянии дел в финансовой системе, кого их будущее, поделиться некими дополнительными соображениями, чтобы получить новые вот эти кусочки мозаики в пазл о вопросах с криптовалютами. Но то у нас биткоин выстреливает наверх на 300 долларов, то какие-то новости появляются, в общем, приходится все это обсуждать. Сегодня еще есть серия просто очень фундаментальных, на мой взгляд, новостей, о них мы поговорим буквально через минуту и посмотрим пока на цену. И самое главное, что по-прежнему мы рисуем тут уже не вымпел, а явный флаг и такой достаточно длинный флаг по биткоину. Чуть-чуть мы идем вниз, но как бы не критически удерживается более или менее 3600. Примерно вокруг нее тут колеблется цена и по-хорошему, опять же, остается вся та же, все то же ожидание движения вверх. Кстати, тут один подписчик мне правильно заметил, что нужно было отметить еще и 50-дневную скользящую среднюю, от которой мы отбились после того, как вот это было ралли от 200-недельной скользящей средней. Мы улетели вверх, но 50-дневную скользящую среднюю мы не прошили, но вернулись назад. И вот сейчас вот тут вот около нее пытаемся колебаться, пытаемся ее прошить наверх, но пока удерживается цена ниже. На самом деле это обычно хороший знак. Вот такие постоянные попытки пройти выше нее. Обычно это продолжается пробитием наверх. Но что еще интереснее, это на мой взгляд тот факт, что сейчас, рассматриваясь с классических представлений, то есть мы здесь копились в покупку, вот здесь вот были шарты, 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 здесь мы копились на покупку, может быть даже здесь уже копились на покупку. И накупившись вот здесь вот лонгов, крупный игрок, позволил цене выйти наверх. И сейчас что происходит? То есть два варианта. Либо мы продаем сейчас вот все, что здесь накопили, либо мы докупаем еще больше. Первый вариант. Если мы здесь все продаем, тогда в принципе крупнику не нужно удерживать цену в этом диапазоне. Если ее толкает мелкие инвесторы, мелкие трейдеры и хомяки наверх, то пусть она толкается. Пожалуйста, крупный игрок все равно сольет вот этот вот накопленный баланс, еще получив дополнительную прибыль и потом дампанет цену. И вот этого роста пока не происходит. Если же второй вариант, то крупный игрок добирается здесь и он удерживает цену ниже определенного уровня, чтобы добраться. И теперь я хочу обратить ваше внимание на вот эти две свечки, которые здесь были. Посмотрите, какой объем был здесь, вот на этом 200 долларовом подъеме и потом небольшом падении. Вот он объем. И какие свечки, вот эти сравнительно маленькие, что они привнесли. Это выглядит, конечно, это можно трактовать миллионами вариантов, но вот глядя на предыдущие наши рассуждения, принимая их внимание, вот эта маленькая свечка, это была попытка, возможно, другой группы крупных игроков или средних игроков пытаться поднять цену или закупиться вот на этом уровне. Да, естественно, это двинуло цену вверх, вот на таком вот объеме. И здесь продолжалась борьба и крупный игрок, который удерживался, пытался удерживать цену в этом диапазоне, он не дал цене выйти выше и применил достаточно много усилий. Вот видите, какой вышел объем на этой красной свече, чтобы дампануть цену ниже, чтобы вернуться вот в этот вот стабильный, спокойный боковик. Это очень и очень неплохо смотрится таким образом, да, вот такое поведение. В противном случае, как бы, да, почему бы не отпустить цену вверх, если крупный игрок хочет продаться вот на этом уровне. То есть очень похоже на то, что здесь происходит до закуп, да. С другой стороны, вроде бы как можно было бы опустить пониже, но, видимо, когда происходят такие попытки, если они не происходят, то здесь появляются какие-то небольшие объемчики и здесь закупаться становится сложнее вот этому самому крупному игроку при продавливании цены вниз. То есть всегда это такая игра в такие кошки-мышки, когда нужно суметь купить больше, чем ты используешь, ну, как бы, на большее количество средств, чем ты используешь средств для дампинга цены. Не так все это просто, но, тем не менее, вот так вот это происходит. Именно поэтому такой длинный боковик и нужен. Поэтому, строго говоря, все остается в силе, однако, видя вот такое поведение, я лично настроен достаточно, ну, склоняюсь все больше и больше к тому, что мы будем расти. Вот, ну, посмотрим. Пока ожидаем движение дальше. Опять же, все предыдущие рассуждения остаются в силе. Посмотрите, если кто хочет подробностей предыдущих видео. Опять же, не финансовый, не инвестиционный совет, ребят. Все это может отыграться вниз, как всегда. Манипуляция на крипте. Вот так. Чисто мое мнение. Я лично жду роста, как бы набираем обороты и так далее. То есть, скорее всего, на мой взгляд, это накопление вверх. Ну, и теперь давайте посмотрим на очень интересные новости, которые у нас появились не так давно. Вот статья у нас на CoinTelegraph. Статья о том, как один представитель американской SEC, SEC, высказывается по поводу регулятивного состояния криптовалют, по криптовалютам. И буквально, что она говорит, это то, что мы как бы сейчас вот сдерживаем крипту в определенных рамках, но это на самом деле может привести к еще большей свободе отрасли, криптовалютной отрасли от регуляции, как это ни парадоксально звучит. Ну, ее также называют криптомамой, да, потому что она часто очень высказывалась в пользу крипты, в пользу ETF, против того решения по ETF от Winklevoss, от их Gemini, когда они подали на ETF, их там отклонили в SEC. И, в общем, она говорила, что зря, что это здорово, что нужно было ETF и так далее. В общем, что она говорит по поводу вот этого всего более детально, это то, что чем больше мы сдерживаем крипту, чем больше мы пытаемся ее как-то вот в какие-то рамки загнать, чем дольше это происходит, тем больше возможностей у криптовалютной отрасли вообще начать двигаться самостоятельно. То есть, если вы, ребят, не будете, вернее, мы, потому что часть этой структуры, да, если мы не будем делать шаги навстречу, то мы можем оказаться вообще не у дел. И как бы все, весь караван уйдет без нас. И в этом есть определенный смысл. На самом деле, она очень, ну такая, может быть, немножко одиозная дама, но, но, опять же, вот смотря на эти новости, да, что мы должны понимать, ребят? Вот, есть, как, есть такой трейдер Олесио Рустани в англоязычном интернете, он торгует крипту, там и традиционные рынки, вот он говорит, есть по-английски это There is news for masses and news for classes. Очень красиво звучит на английском, но суть в том, что есть информация, есть новости для быдла, есть новости для элит или информации, даже не новости, а информации для элит. Так вот, когда мы видим вот эти все статьи, это, по сути, как раз те новости, та информация для быдла. Мы должны наложить определенный фильтр, посмотреть на это через какую-то такую призму свою и увидеть то, что нам нужно. Что мы здесь можем видеть? Ну вот она, что тут высказывается, да, вроде как позитивно. Посмотрите, как это все на самом деле выглядит, может выглядеть. Сейчас происходят глобальные перемены, в принципе, в финансовом пространстве мировом. 19-й год, уже 18-й был достаточно шатким для традиционных рынков. Можете посмотреть на то, как себя вел там S&P или там NASDAQ в прошлом году. Давайте быстренько откроем там недельный таймфрейм. Вот, вот как он вел. Это просто безумие. Он отбился, дай бог, еле-еле от 200-недельной скользящей средней. То есть от того же, к чему, кстати, биткоин отбился. Вот там пошел опять наверх. Но вот эту вот линию пока, вот эту линию сопротивления, он еле-еле чуть-чуть пытается пробить, но так еще уверенно не пробивает. И очень похоже, что он может пойти дальше вниз. Это будет глубокий крах вообще полный. Таким образом, настроения очень и очень напряженные в финансовом сегменте крупного бизнеса. И сейчас, возможно, переход в плане управления, в плане власти в элитах в этих самых финансовых сферах, возможно, не на максимальном уровне, не на первого уровня управленческом, а на втором, третьем, четвертом, но тем не менее очень значительном. Так вот, когда вот такие люди, как вот эта криптомама, высказывают подобные вещи, она заявляет свою позицию против большинства, против консерватизма, при этом делая ставку на весьма рискованную отрасль. Хотя многие не видят ее, несмотря на то, что она рискованная, весьма перспективная и, возможно, более перспективная, чем к традиционной рынке. Но, тем не менее, ставят, делают ставку на очень рискованную отрасль. При этом, при этом она становится во главе поезда, грубо говоря. То есть, сейчас, если она окажется права, если она убедит всех, если другие убедят всех, если крупный бизнес, оказывается, будет вкладываться в крипту и вот это все пойдет в одном и том же направлении, то она окажется на шаг вперед и на голову выше, чем другие ее, ну, не конкуренты, ну, партнеры, да, коллеги. Вот, вот такие вот движения сейчас происходят в институциональных и в регулятивных, в административных кругах. Более того, она тут замечала тоже, была лекция у нее в университете Миссури, ну, в школе, юридической школе в университете Миссури. И здесь она сделала такое интересное замечание по поводу того, что есть у нас security, да, которые, многие токены, большинство токенов считают, что они security. Так вот, она говорит, что есть закон, который должен, вроде бы как, принимать за security, однако, однако, когда они выпущены без инвестиционного контракта, они не являются security, да, и таким образом, вот эти все дебаты по поводу того, там, utility, security, они не попадают под действие этих законов о security, да. Это очень-очень сильное заявление. И если, опять же, вот это вот окажется верным, то, ну, ее там поднимут на Олимп, скорее всего, в конечном итоге, и карьерная лестница, и власть, и прочее. И, естественно, да, это некая, некая ставка с ее стороны. Должен, опять же, заметить, что мы, наверное, несколько, несколько позабыли уже, что раньше у нас в декабре прошлого года был, ну, не введен, а предложен законопроект по поводу того, чтобы исключить цифровые криптовалюты, ну, вот с правой валюты, из списка из определения security, который там у них по закону еще 1934 года, и вот это вот, вот это вот большая тоже статья была, тут очень, на самом деле, положительно все это выглядит в декабре, то есть там полтора-два месяца назад. Вот, не приложить новый, они предлагают сделать новый класс активов, как криптовалюты, и регулятивная база для них будет, должна быть соответствующая и новая, и прошлая база, она устарела. И тут вот 45 представителей из крупнейших компаний Wall Street и крупнокомпаний, криптокомпаний, и они собрались, предложили вот эти инициативы к законодателям, так что и по поводу тоже и того, чтобы сделать более четкими правила проведения ICO, ну, и так далее, и так далее. И можете себе представить, да, опять же, в рамках этого движения тут мы предлагали сделать их некой отдельной ветвью по сравнению с традиционными security и так далее. То есть вы можете себе представить, насколько вот эти все движения имеют под собой определенную, ну, не скрытую, но тем не менее многослойную структуру. И когда мы смотрим, вот, допустим, там, криптомама сказала, что у нас будет, крипта будет иметь больше свободы, если всяк не будет работать, давайте покупать биткоин. Нужно представлять себе, что вот эти вот эти дополнительные уровни всей этой информации, чтобы более адекватно ее оценивать. Я уверен, что есть и огромное количество этих уровней, которые мы не знаем, но хотя бы какой-то элементарный анализ, наверное, стоит проводить. Ну и продолжая тему новостей, по-прежнему у нас бакт бежит вперед. 20 миллионов они потратили, вернее, потратят, да, 20 миллионов в этом году. И продолжают делать новые раунды финансирования среди их крупных инвесторов, как они пишут, очень-очень интересные компании, такие как Microsoft Venture Fund, Venture Fund и, например, Starbucks. Ну что, ну понятно. Кроме того, самым крупным инвестором является ICE, это самый Intercontinental Exchange. Мы о нем говорили в одном из прошлых видео. Крупнейшая брокерская, ну, вообще финансовая организация, да, которая владеет New York Stock Exchange, New York Биржи Ценный Бумаг и так далее. То есть, бак по-прежнему у нас рулит, когда он там будет запущен в ближайшие месяцы или нет, неизвестно, но работают ребята. Более того, вот еще одна позитивнейшая новость, на мой взгляд, показывающая тренд, да, то есть мы не можем сказать, что вот, все, завтра у нас to the moon. Нет, ребят, это накопление маленьких кирпичиков, маленьких блоков и вот прошлая новость по SEC и прочее, прочее. Это накопление критической массы. Вот новость. Один крупнейший, да, главный крупнейший банк на Филиппинах запустил крипто-банкоматы, крипто-ATM. И, типа, это будет новым двигателем массового применения криптовалют. На самом деле, на самом деле, вот такой крипто-ATM, такой похож на мусорное ведро, но это экран. В общем, если кто не в курсе, Филиппины, это, наверное, ну, по моему личному мнению, по крайней мере, настолько я знаю это, это один из крупнейших финансовых центров Азии, после, конечно, Китая, Кореи, Японии. Наверное, одни из наиболее, ну, позитивно смотрящих на крипту в целом и на биткоин в частности. Поэтому, вот, принятие их, кстати, там почти 180, там с чем-то миллионов человек, между прочим, да, скажем, в Америке там 350 или там 400 с чем-то, да, а в Филиппинах, ну, в два раза меньше, но, тем не менее, 50% населения США практически. Так вот, они продолжают развивать и принимать крипту, и действительно, Азия может быть одним из крупнейших центров, вместе с Африкой, между прочим, и с Южной Америкой, который будет такой центром зарождения, таким началом, одним из зерен, да, зародышей действительно революционного движения крипты по всей планете. Вот так, вот такие вот у нас есть сегодня интересные моменты. Ну, и, наконец, Константинопол у нас, и, кроме того, еще одна, один апдейт эфира Петербург, да, Петербург. Хардфорк будет запущен, уже активирован не 27-го, как говорили раньше, 25-го декабря. И там, ну, блок определенный и так далее. При этом надо заметить, что это, кстати, статья от 9-го февраля. И если мы посмотрим на наш эфир, давайте, где он, вот он, наш график эфира. Это, правда, по отношению к биткоину, но, тем не менее, вот 8-ое февраля, вот 9-ое февраля началось. Вот 8-го февраля был памп, ну, как бы определилось, наверное, это все заранее. Вот он вырос, ну, там, правда, биткоин, конечно, там сыграл свою роль, но, тем не менее. И вот сейчас опять у нас начинается рост. Вторая волна тех хомяков, которые узнали, что у нас эфир будет расти, потому что у нас хардфорк и все такое. И, на самом деле, вполне возможно, что до хардфорка еще у нас будет нескольких волн с коррекциями. Поэтому желаю удачи всем, кто холдит эфир. Посмотрим, как это все отыграет. Ну, а на этом, друзья, на сегодня все. Постараюсь выпустить более интересные видео, потому что материал у меня просто огромное количество накопилось. Времени нет. Ну, тем не менее, спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Увидимся завтра. Удачной торговли. Пока. Продолжение следует...